СИМЕРО То есть мы будем писать на холсте, маслом, и будем писать на холсте и маслом для того, чтобы поучиться искать образ. Когда мы научимся делать это, мы сможем пользоваться доской и более привычной изображать святые образы. То есть на доске, мало того, что вам ее трудно будет приготовить, она будет очень громоздко, тяжела. И письмо на ней олиографическими материалами, как акрил и темпера, или темпера, или акрил, будет очень затруднительно для вас. Точный рисунок для вас будет сложен. А масло дает возможность уточнять в процессе, пока окраска живая, уточнять, уточнять, уточнять. Мы, как всегда, начали с фонового пятна. То есть мы набрали фоновое пятно. Теперь мы набираем силуэт. Силуэт ангела. Ну так, примерно ориентируясь от... У нас похожий формат, то есть мы примерно ориентируемся по размерам. По углам, по центру. То есть все это мы можем сейчас поправить, изменить, передвинуть. Мы пока набираем некий силуэт. Чуть зеленит теневая улика. Краснит одежда и волосы. Краснят, оранжевят крылья. Оранжевый это розовый, желтый. Зеленый это желтый и голубой. Ну а красный можно брать в чистом виде. В данном случае мы использовали английскую красную. И для того, чтобы ее унаряднить, будем использовать краплак розовый прочный. Вы видите, мастихином я сейчас распределяю красочку, ну как бы более равномерно. Без лишней фактуры. То есть мастихин утоптал фактуру в ткань холста. Холст мы с вами взяли не крупнозернистый. Даже скорее мелкозернистый. Но не совсем мелкозернистый. Потому что на мелкозернистом будет письмо как по стеклу, что нас не очень устраивает. Видите, пока идет поиск основных пятен. Я перечисляю все пятна. Все пятна имеют свою тональность. Вы видите. Темноват красный. Не так темные крылья. Хотя тоже оранжевят. Еще темнее волосы. То есть в волосах я уже беру где-то и коричневый добавляю к красному. Чтоб он стал смуглее. Красный. Вы видите, краска сейчас очень подвижна. Мы можем себе позволить передвигать, переставлять, уточнять. То есть сейчас скользко. Сейчас на холсте как бы скользко. И мы можем любую из пятен передвинуть в нужное место. Я мастихин использую для того, чтобы прижать краску к холсту. После того, как я кистью ее нанес. И она дала некую борозду. Опять зеленит, теневая. Теневая в лике. Зеленит. Я думаю, вы увидели на экране. Видите, набор можно делать в том числе и мастихином. Просто растерев, расштриховав. И в волосах можно набрать. Расштриховав мастихином. Для чего мастихином? Для того, чтобы не было лишней борозды мазка. Кисть оставляет борозду. Мастихин втаптывает ее в ткань. Вот сейчас кистью я раздаю основные световые пятна на лике. На шее, на лике. То есть, тоже я не пытаюсь сейчас быть максимально точным. То есть, я приблизительно раздаю, чтобы увидеть обще, насколько у меня точно. Опять мастихином придавил красочку. Передо мной образец. Рублевский образ из доисусного чина Архангела Михаила. Опытные знают, о чем речь идет. Неопытные могут относиться к этому просто как к ангельскому образу. Сейчас я раздаю основные световые на шее, на лике. Вы видите, глаза как бы стали некими очечками. Очки глазных впадин. В рамках которых, я думаю, вы встретите это на очень многих иконах. Особенно аскетического содержания. В данном случае мы с вами пишем икону аскетического содержания. То есть, линейная аскетическая манера изображения иконы. То есть, здесь нет полутонов особенных, присущих светской живописи и академической манере изображения иконы. Это аскетическая манера. То есть, а-ля Византия, а-ля древнее русское письмо. То есть, мы в данном случае... Икона это вообще, в принципе, знак. Знак с буквами и нимбом. Знак святого. У одного борода длинная, волосы короткие. У другого наоборот. У третьего... Узнаваемый посох. У четвертого еще что-то узнаваемое. Вот. Но, в принципе, икона это знак с нимбом и... Знак святого с нимбом и буквами, подписью. В данном случае, вот такая аскетическая икона и подразумевает вот этот знак. То есть, мы пишем знак ангела. Мы не пишем некое личико. Мы пишем знак. Символ. Мало того, я вам сообщил, что православная икона не подразумевает любование собой. То есть, молящийся молится безвидной молитвой. Он не вперив глаза смотрит на икону. Он как бы иконе предстоит. Но не любуется, не рассматривает. Поэтому нам достаточно знака. Особенно, когда речь идет об аскетической иконе. То есть, в наше время уже много есть академических образцов иконы. То есть, это икона умиления и многие другие. И многих святых перевели, их изображение перевели на академическое письмо. Ну, а те, которых мы знаем образы и подавно. То есть, Серафима Саровского, тут многим известны эти иконы. То есть, это уже а-ля академическое письмо. Ну, вот в этих вот теневых, в этих как бы очечках глазных впадин мы сейчас дали зрачки, да так, чтобы они уже смотрели. То есть, если бы они не смотрели, мы бы постарались бы их передвинуть, пальцем передвинуть, например. Для того, чтобы они уже смотрели из своего тонового облака. Теневого тонового облака. Ну, а когда уже нашли зрачки, чтобы они смотрели из этого облака, мы добавили верхнее веко и брови. Чуть-чуть под носом делаем тоже геометрический такой рисунок. То есть, это знак, это символ, это не натуралистичное письмо. Это аскетичная икона. Хотя и натуралистичное письмо, а-ля академичное письмо в иконописи тоже должно быть аскетичным. Ну, а здесь сугубо аскетическое изображение. То есть, в нем не должно быть ничего чувственного, ничего земного. Это ни в коем случае не должен быть миленький образ. Ангелочка а-ля католики. Это должен быть образ, знак. Хотя вот русским, в основном, конечно, русским иконописцам удалось даже эти знаковые образы довести до такого возвышенного содержания, что они перестали быть только знаком, а стали почти портретными образами духовного содержания. Я, конечно, в первую очередь имею в виду Троицу Рублева. Это то, что невозможно было выразить в словах взаимоотношения лиц Троицы. Рублев выразил изобразительно. То есть, невысказанное было нарисовано. Все, что я сейчас изображаю, я вижу у себя на образце, на Рублевской иконе. Единственное, я стараюсь этому придать, ну, пытаюсь повторить соразмерность глазного яблока. Зрачка в этом глазном яблоке, величину верхнего века, расстояние до брови. Ну, вот все пытаюсь перечислить точно. Хотя вы видите сейчас явное искажение, которое предстоит поправить. Линия губ. То есть, когда мы губы изображали, вы видите, мы взяли бледноватое красное пятно вверху, внизу, чуть светлее внизу, чуть темнее вверху. И далее разделение между губами. Художник, когда щурится, он обобщает, он пытается сфокусировать внимание на чем-то важном и периферию загнать в муть, в мутное. И тогда он видит, насколько он точен или не точен. Это не потому, что художник плохо видит, он щурится. Ну и вам советую тоже научиться через прищур посмотреть на основные акценты в картине, в натуре, когда на натуру смотрим, обобщить. То есть, мы с вами сначала наполнили холст разбавителем и льняным маслом, которое масло нам не дает краске стать вязкой, сухой. Засохнуть не дает, хотя в принципе масло не сохнет сутки. И нам посредством этого льняного масла, которое мы добавили, разжижая краску на холст, мы имеем возможность весь день сегодня гонять краску по холсту, уточняя одежды, крылья, ну и конечно в первую очередь лик. То есть, у нас минимум сутки есть на послушность краски. Еще мы с вами не пытаемся сделать конечный результат ни в одном участке картины. То есть, мы всю икону ведем одновременно, почти одновременно уточняя все места иконы, все места нашего изображения. То есть, не застреваем на одном. То есть, сначала мы сделаем подготовку под будущий сеанс всей иконы. То есть, чтобы все-все-все элементы были равномерно написаны. Красный можно взять с коричневым и вы будете иметь такую вот темность теневую. Вы видите, кисть у меня большая, я не пытаюсь некой кистью, а именно большой. То есть, соразмерный моим мазкам, который мне предстоит поставить. То есть, всегда подбираем нужный инструмент для работы. Ни в коем случае не пытайтесь с одной кистью решить всю задачу. Вот сейчас вы видите, кисть уменьшилась. То есть, я пошел на уточнение складочек, на утоньшение и понадобилась меньшая кисть. И вы должны следить за собой, не застряли ли вы с одной кистью. Не застряли ли вы над одной задачей. Все эти складочки, которые я сейчас перечисляю, все они есть на иконе, с которой я пишу, моя задача педантично их повторить. Вы видите, плечи как бы незадиристые плечи. Хотя перед нами архангел Михаил, но он благостен, и плечи его не показывают никакой агрессии. Они, ну, мягко опущены, пологи. Хотя архангел Михаил в данном случае архистратив небесных сил воинских. На плечи мягкие, доброжелательные. Вы видите, я не застреваю ни на одной части картины. То есть я все, 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 все пятна, которые есть на иконе, пытаюсь перечислить, прежде чем заняться финишным уточнением. Такого рода перекосы, как правило, перекосы, если мы за что-то взялись больше, чем за все остальное, ведут к дисгармонии безображений, которые не полезны. Когда вы пишете икону, мой совет вам, для начинающих особенно, многие готовы прийти к этому с большим благодовением, но не накачивайте себя. Работайте в простоте сердца и с присущим вам благодовением. Не пытайтесь быть святыми во время работы. Наоборот, уподобляйтесь святости, работая над святым образом. Вы знаете, ну те, кто знает, приметы святости. И вот эти приметы пытайтесь изобразить в лиге, которую вы делаете. Сейчас вы видите мастихином, я буквально выедаю, вышкребываю красочку из... та, которая у меня лежит на волосах, я ее немножко вышкребываю, чтобы создать облако этих волнений на волосах. То есть буквально вышкребываю. Вот чуть-чуть себе понамечал, понамечал, понамечал. Я готовлю изображение к следующему сеансу, когда я уже кистью деликатно буду уточнять подробности. Но тем не менее у меня уже есть настроение в волосах. Это уже не вырезанное пятно, а пятно живое с неким намеком на объем. Только намеком. Икона в данном случае аскетична. Она плоскостна. Она не требует объема. Наоборот, она не хочет объема. То есть это изображение аскетичное, ну как бы символ, знак. Многие прикосновения кистью, вы видите, касательные. То есть я не ставлю кисть в холст и провожу линию, а делаю как бы чирк по холсту. В данном случае вы видели именно это. Вот, еще вы видите, конечно, манипуляции кистью. Выгодные для того, чтобы изобразить то или иное. И даже пальцем. Опять же, характерным образом держу мастихин и делаю прорези, которые можно было бы сделать кистью потом. Но, уверяю вас, такую длинную, ровную, еще и с изгибом линию вы так просто не сделаете. Поэтому попробуйте это сделать, вот как я сейчас мастихин. Пока краска живая, можно это легко сделать. То есть тот чертежик, который опытная рука делает с краской и тонкой кистью. Попробуйте сделать жестом руки без краски. У вас уже начертания есть, и вы потом, если надо, уточните кистью с краской. Ну, научить круг рисовать нелепо, вы можете взять любую крышку, любой круглый предмет, приставить, чуть-чуть обвести его и получить круг. В данном случае я делаю от руки для того, чтобы круг был адаптирован к лику. И вы, я думаю, встретите не раз подобное в иконописи, когда круг не вполне круглый. А он учитывал силуэт головы. Поэтому и я тоже, учитывая силуэт головы, нахожу нелепо. Не заботясь о его идеальной круглости. Сейчас я мастихином придавливаю краску в фоновом пятне, чтобы там ничего не топорщилось. Обратите внимание, что кисть я держал последнее прикосновение. И так, и эдак. И вы тоже осваивайте полезное. Многие шариковую ручку держат как попало. Вот с кистью этот номер не пройдет. Постарайтесь кисть держать, научиться держать как люди, которые знают, что ей делать. Тоже, видите, придавил красочку. Не очень ярко. Какой-то такой полутоном. Я пытаюсь уточнить линию нимба. Такая кисть как карандаш. Там короткий ворс. Я ею чуть-чуть наметал себе линию нимба. Этой же кистью, которая как карандаш. Вы видите, я сноровисто рисую буквы. Сама толщина кисти позволяет сразу ставить нужные толщины. Кисть в одном месте у меня, видите, широкая, а в другом она плоская. То есть плоской части я делаю тонкую линию, а где надо провожу широко. вот эта кисть. Шрифтовая работа для новичка, как правило, очень тяжелая задача. Напишите, как сможете. Это не главный аргумент иконы. Эстетика шрифта. Часто в иконописи встречаются очень слабые шрифтовые работы, но акцент идет всегда на образ. Это только наметываются буквы. То есть я не пытаюсь их сразу нарисовать идеальными. Это наметка букв. Они будут подрезаны снизу, сверху, в деталях. Это такая русская вязь, которая позволяет на одной палке быть двум буквам. сейчас в моем пятном вы видите я пытаюсь подрезать сверху и снизу. перебор был желтого сейчас я его распределю и будет он в контексте. То же самое произошло и с этой стороны а теперь более деликатной кистью совсем тоненькой вы видите деликатной тоненькой кистью я уточняю силуэты уже подрезая их фоновым пятном. Это хороший способ потому что просто темным сделать идеальные буквы невозможно. Их придется подрезать светлым фоновым пятном. поэтому даже и не пытайтесь сразу начертить точно. Ну вот опытный взгляд я думаю видит некоторое искажение на круглости нимба. Ну неопытному это не видно. Но в принципе круглый он по-разному отстоит от головы но он так распределен чтобы в принципе обнимать голову равномерно. У нас прошло высыхание первого этапа. Я сейчас натер иконочку маслом и есть возможность уточнять уже по сухой краске по засохшему первому слову. Вот я небольшое количество краски беру и начинаю уточнять подробности рисунка. Краски немного. нота нота которая после первого сеанса она застыла засохла и теперь я в любой момент могу убрать верхний слой и вернуть то что было от прошлого сеанса. вот сейчас я набрасываю эти волны кучеряшек в центре чуть жестче по краям чуть мягче это уже в принципе не очень важный элемент получится хорошо хорошо получится не так хорошо то есть тут даже скорее важна работа в тоне вы видите я делаю их такими светлыми чтобы они не вышли из контекста общей тональности волос то есть общая тональность волос не спорит ни с нимбом ни с ликом то есть у волос сохраняется собственная тональность улика сохранится сохранится собственная тональность у всех пятен на иконе сохранится собственная тональность хотя в рамках отдельного элемента может показаться что вот эта тональность из другого пятна но в целом вы видите тональность волос сохраняет собственное поскольку у нас высох первый слой и мы могли бы мне достается это более легко провожу линию опытной рукой вы облокачиваясь на холст можете это проводить и тоже получите этот результат потому что нижний слой высох облокотились провели как шариковой ручки субтитры и а а а а а а а а Вы видите, все подрезки все равно сохраняют не жесткий характер, нет очень темного, нет очень светлого. Все в какую-то меру деликатную, хотя можно было бы взять в активную силу тона, но все я беру в тихую силу, то есть не пытаюсь сделать слишком жесткий рисунок. В итоге масса волос сохраняет общую тональность, отличающуюся от всех остальных пятен и нет ничего при этом кричащего. Все, что я сейчас уточняю на крыльях, есть на изображении, я внимательно смотрю и пытаюсь деликатно повторить. Это уже почти орнаментная работа, но это украшение. Можно более детально украсить, внимательно рассмотреть икону и более детально украсить. Можно украсить ту меру, в которую я украсил, можно и больше, чем Андрей Рублев украсить. Все это как бы выражение своего отношения к изображению на иконе. Ну, опять же, без перебора, простоте сердца, без схождения с ума. И на их сердце, энафто, ламбринон, пинстолин из психи. Где-то потерпеть свою милость. То есть не пытаться, не пытаться совершить невозможно. Совершить возможно. То есть поучиться, поисследовать, полюбоваться, помолиться. Вот таким бессловесным образом. А кто-то может быть словесным в процессе письма. Ну, вот украшения на одежде, скажем, у Рублева, Дионисия. Они очень тонкие, деликатные. У бизантийской иконописи больше грубости, но выразительности. Иконопись Рублевская и Дионисия, она больше поэтична. Она где-то даже невероятно возвышена. Если Византия дает знак, за счет своих мозаик, дает знак святого образа, то иконопись русская, она уже идет куда-то в заоблачные талии. Ну, в данном случае мы, конечно, потрясающий образец копируем. Рублевский. Ну, вот чем хорошо масло, мы с этой краской можем в течение любого сеанса, первого ли, второго ли, третьего ли, а может и больше, мы можем работать долгое время, почти не меняя подкладки. То есть нас подстраховывает подкладка, в которой есть уже изображение, которое мы новым мозгом тут же не уничтожим, как это произошло бы в темпере или в акриле. Модным сейчас. Я советую начать с масла новичкам, для того, чтобы новичок мог нащупать цвет, вообще пообщаться с цветом, пообщаться с формой, имея временной ресурс на изменение этой формы, уточнение, линию и прочее, прочее. Поэтому лучше возьмите масло, лучше возьмите холст. Почему, например, холст? Дерево, на котором, как бы, обычно пишутся иконы. Если у вас совсем ничего не получилось, то прилично было бы уничтожить такой продукт неудачный. С холстом холст сжечь легче. Неудачный утварь церковный сжигают. Поэтому, если у вас так ничего и не получилось, чтобы вам не мучиться и не быть неблагодавейным, вы можете просто сжечь изображение, которое в церквях есть, печь для этого. Поэтому сожгли и отступили на время от своего желания. А может быть, продолжили уже на новом холсте, и еще раз сожгли, и еще. То есть, у вас на холсте есть возможность производить эксперименты без особого напряжения в связи с тем, что не получается. Не получилось сожгли. Доска, да еще и грунтованная, все это проблематично. Ну и надеюсь, что у всех будет получаться, потому что на самом деле человеку прилично и рисовать, и понимать то, что он рисует. А уж тем более человеку верующему, который знает, что изображает, знает свойства святости. А уж как вы одежду изобразите, фоновые пятна, буквы, все это не так важно. Важен лик. Лик, конечно, должен быть светлым. Вы видите, достаточно мятую поверхность даю. То есть, не выкрашиваю. И древние иконы, они нет вообще выкрашенных икон. То есть, они все какие-то прозрачные, как будто бы немножко наспех написанные. Не потому что наспех, а потому что красок было очень мало. Не так легко они доставались. И накладывали их тонкими слоями, тонкими висеровочными слоями, которые выглядели... Выглядели... Это сейчас мы чуть что покрасили. А тогда действительно писали тонкими, деликатными слоями. Поэтому все было так прозрачно, светоносно. Не было возможности на белый наложить глухой, плотный тон. Клали прозрачный, светящийся. Силу фонового пятна белого. Еще рекомендую не увлекаться изготовлением, собственным изготовлением доски, грунта, исследованием грунта. Не в грунте, в счастье, а в ликописи. То есть, в том, как вы сможете изобразить самое главное, лик. Я просто перечислял те проблемы, с которыми я сталкиваюсь. Что люди, часто берущиеся за икону, акцент ставят почему-то на технологии, а не на содержании. Вы видите, по сухому первому слою очень деликатно укладывается краска. ее можно гонять и кистью, и пальцем, и тонким слоем. Так, чтобы чуть что, можно, в принципе, и снять этот слой. То есть, нижний слой сохранится на холсте, а верхний, если он неудачно положен, можно прямо стереть тряпкой. Вот мне здесь не хватало рыжего, я буквально с палитры взял рыжий пальцем и втер. Видите, какой хороший инструмент палец. Ну, кстати, вот в темпере этот номер не пройдет. Этот номер проходит только в масле. И пока вы еще ваш глаз не приучился видеть лицо, лик как лицо, то есть, пока вы еще не приучили себя изображать, то у вас есть возможность многократно делать это в течение суток, пока краска сырая, и сохранять при этом ну, вот такое благорастворенное состояние образа. В жестких материалах, как темпер и акрил любой ваш следующий мазок упраздняет предыдущие. Вот такие лучики ставят, но это все на иконочке есть, я просто их пытаюсь повторить, я пытаюсь их повторить в меру той жесткости линии, которая есть у Рублева, так тихонечко в какую-то его меру. Их можно было бы поставить жестко и откровенно, а можно вот так пальчиком смягчить. Тоже, в зависимости от того, где мы поставим вот эти вот подбелы, подзрачки, будет зависеть острота взгляда, рисунок, который я сейчас делаю, обратите внимание, я не делаю черно, коричневый, краснота, может быть даже плюс желтый, то есть эта темнота не чернявая, скорее красноватая, мягко-коричневатая, то есть весь рисунок на лиге мягкий, нет такой силы тона, как есть в волосах, например. Тоже очень важный момент. Блюсти, тихость, тона. Не цвета, а тона. Степень темности. Вот, ну, на мой взгляд, работа закончена. Дай Бог и вам справиться с этой задачей. АПО ПАСИС, КИМИДОС, КИЕС, ОСОН, АГАТЕ, ТАСС, СИХАС, ИМО. АПО ПАСИС, КИМИДОС, 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 КИМИДОС,